Копейка рубль бережет, уверяют жители. Платить лишние, на их взгляд, 200 рублей люди больше не хотят. Требуют справедливости. Мы сейчас платим, у нас нет счетчиков, нет так возможности поставить счетчик, 530 рублей с человека. А должны платить? А должны мы 300, где-то 10, 320, вот так. У нас рядом находится дом 19, они 306 рублей платят за горячую воду с человека. Дело в том, что при закладке фундамента этого дома в 1971 году изначально не была заложена циркуляционная линия, которая бы позволяла при открытии крана сразу получать горячую воду. Соответственно, и тарифы должны быть ниже, чем в дома, где эта функция предусмотрена. Комиссия была, квадро нам ответила и жилищная инспекция. При отсутствии циркуляционной линии нам отвечает квадро, жилищная инспекция. Раз у вас нет технической возможности, где указано в приказе 627, отсутствует циркуляционная линия, домовые счетчики, повышенный коэффициент не применяется. Жители обратились в прокуратуру. Заявку перенаправили в жилищную инспекцию. Был произведен перерасчет, но только за два рабочих дня. Такая ситуация жители не устраивает. Они хотят, чтобы им понизили коэффициент. Еще совсем недавно остро стоял вопрос о перебоях горячего водоснабжения. Людям приходилось греть воду на газу. Управляющая компания нашла выход, но и он не до конца устраивает жителей. Вот они нам сделали сейчас обратку. Сюда подсоединили, сюда вот труба идет, кондиционную трубу, канализацию вода идет сутками у нас. Если был у нас общедомовой счетчик, мы не знаем сколько платили. Хорошая чистая вода идет в канализацию, сколько уходит кубометров. Но это уже совсем другая история. Главное, уверяют жители, разобраться с квитанциями. За разъяснениями мы обратились в жилищную инспекцию. Оказалось, на неопределенное время ведомство осталось без руководителя. Замы комментировать ситуацию на камеру отказались. Что ж, будем ждать официального письменного ответа. Чем закончится борьба жителей за справедливый коэффициент, мы расскажем вам в следующих выпусках главных новостей. Алина Логутина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.